друзья привет я опять на фоне картины моего деда он мастер на все руки был особенно с деревом и с картинами он все умел мебель что угодно мы сегодня поговорим о микродозинге микродозинг для чего он нужен я его всем рекомендую кто собирается треповать обязательно и почему его рекомендую потому что не потому что я собираюсь продавать или еще что-то я тебе собираюсь заниматься этим я могу это сделать только для своих близких и знакомых потому что конкретно этим заниматься я не хочу ну просто не хочу но у меня всегда как говорится помощь для моих близких друзей знакомых вот я могу это оказать но не всем потому что я не хочу в этом зашиться то есть я хочу заниматься конкретной помощью люди людям помощь это проработки обязательно в той или иной степени и проход через растение учителя вот те которые разрешены в данной ситуации потом что такое микродозинг для чего он нужен это маленькая доза это просто капсулка капсулка желатиновая или просто россыпью чайной ложки там еще что-то у меня есть видео где у меня снято в чайных ну сколько в чайных ложках и столовой ложки да сколько там грамм мухомора это красный мухомор пантерный мухомор я ну по весу он тоже сам получается и по граммовке тоже самое вес одинаковый вот самое что интересное для чего все это нужно это нужно только для того чтобы тебя подготовить если ты собираешься треповать подготовить к трипу и еще в этот как говорится нюанс и к тому чтобы твое состояние и твоя жизнь реально улучшилась и она реально улучшится потому что что делает микродозинг он охлаждает твой ум это термин специалистов и не мой термин специалистов таких как вишневский как другие почему это такой термин есть потому что израильские врачи например они лечат эпилепсию с помощью мухомора вот так а эпилепсия это ум разгорается разгоняется и получается вот поэтому вот эти судороги он успокаивает ум конкретно он делает так что ты начинаешь замечать свои мысли я помню когда я тренировался замечать свои мысли блин это очень тяжело это реально очень тяжело я это делал сам капец это очень тяжело а тут люди которые дозу чуть-чуть превышают да они начинают замечать мысли как они скачут как они это можно в медитации найти увидеть эти мысли да как они мимо пробегают но это все опять таки сам здесь ты как бы этот процесс берешь или тебе его просто пихают процесс ты начинаешь это замечать замечать начинаешь как всякая хрень типа сущностей мелькают заметьте кто микродозе что все время мелькает какая-то хрень вот когда ты идешь или просто идешь или смотришь куда-то да и боковым зрением что-то мелькает каждый раз я вот недавно в лесу в лесу ходил гулял ходил кофе пить 20 километров и все время в лесу мелькает эта хрень в основном боковым зрением смотришь на то место где мелькнула смотришь никого нет если бы это был заяц или еще кто-то да там обязательно кто-то пробежал бы пробежал ну как бежать продолжил а здесь не продолжает и просто что-то мелькнуло ну-ка я поближе так просто что-то мелькнуло и это то что мелькнуло это как раз такие сущности которые их наш мир кишит просто сущности это помощники управленцы и так далее так далее то что помогает всему сущему живому и не нужно считать что это зло зла не существует зло только в твоей голове может быть его не существует зло только в твоей голове все сущности все демоны все черти вся хрень это то что тебя учит это твои учить учителя которые тебя будут дрючить пока ты не пробудишься пока ты не осознаешь пока ты не начнешь чем-то заниматься полезным и нужным и микродоз он как раз таки начинает вот это все выявлять потихонечку ты можешь остаться в этом микродозе долго у тебя будет улучшаться состояние тебя будет ум при все на полочке составлять то есть у тебя будет прям внутренний порядок ты реально начнешь наводить порядок везде ты не сможешь смотреть на говнище который у тебя вокруг происходит не убрана одежда не убраны сарайки не убраны кладовки ты нахер начнешь выгребать все начнешь выбирать выбрасывать мусор из головы и начнешь выбрасывать мусор из так называемой реальной жизни да она реально только тогда когда ты осознаешь себя пока ты себя не осознаешь она для тебя иллюзия матрица и твой сон равен твоей вот этой иллюзии который ты называешь реальностью потому что все сон пока ты себя не осознаешь пока ты не пробудишься вот так вот я бы сказал но в осознанности тоже можно немножко так это но это просто осознанность надо пробуждаться вот и микродозинг тебя к этому все приведет и он тебя подготовит к трипу если ты хочешь чтобы трип твой был чище чтобы он был поспокойней чтоб ты хернёй не занимался во время трипада типа попытаться там себя покончить с собой или еще что-то да мне люди пишут такую хрень что кто-то пытается там прям ощущение чувство что хочет покинуть тело но человек все равно цепляется и не уходит ну смысле не уходит в смерть молодец потому что этого делать не нужно если ты уже пошел тебе надо идти и вытаскивать себя за волосы как мюнкаузен да ты себя за волосы вытаскиваешь он прав и себя реально вытаскиваешь за волосы из болота он буквально это показал берешь вот так у тебя за волосы вот так вот за волосы и вытаскиваешь себя из болота вот это болото это и есть ты вернее твоя иллюзия Так что микродозинг нужен Для чайных Все, ребята, на ваше усмотрение Все на ваше Ты должен быть готов к последствиям Потому что они всякие бывают И ты, может, даже не готов к этим последствиям Я слышал, что половина людей Которые попробовали растения учителя Грибы, растения учителя, без разницы Они, половина, не возвращаются к трипам Потому что они так обосрались Что им стало очень страшно И они больше к этому не возвращаются Поэтому я рекомендую микродоз Потому что ты себя подготовишь Всем, кто вообще ничего про это не знает Кто хочет попробовать Хотя бы полгодика Полгодика с перерывом Ну, в две недели в месяц максимум То есть в месяц микродозишь В месяц перерыв И так полгодика Чтобы себя подготовить Если этот момент затянешь Да? Если затянешь А можно микродозить себя Вот полгода прям Можно поменьше Ну, прям вот конкретно Микродоз, микродоз, микродоз Здоровье подтянешь Если затянешь с микродозом Были случаи У меня знакомый, да? Его грибы забанили Поэтому У него нет трипа То есть он не может в трип попасть Потому что его забанили Значит Ты сильно долго Занимался фигней Типа микродозингом, да? И не пошел Куда надо было пойти Или, скорее всего Ты не сделал То, что тебе показывали в микродозе Ты не обращал внимания Что тебе уже показывали Тебе уже показывали А почему ты не можешь Понять, что Тебе это уже показывали? Потому что ты Это не воспринимаешь Как реальность Но воспринимать это Как реальность Ты только будешь Только тогда Когда ты трипанешь Поэтому Микродоз Трип Подготовленный трип Лучше с ситером Лучше с ситером И лучше с проводником Это в идеальном В идеальном Варианте Это проводник, да? Это в идеале, конечно В не идеале Это ситер Кто с тобой посидит Чтобы ты Там это Не натворил Всякой хери Поэтому Микродости Грамотно Микродости Правильно Трипуйте правильно Помни, что Иллюзии Нету Но Пока ты себя Не осознаешь Ты и есть иллюзия И все вокруг тебя Иллюзия И все вокруг тебя Галлюцинация И только когда ты Пробудишься Галлюцинация Заканчивается И ты видишь Что весь мир Является Всем И нету Галлюцинации И одновременно Все это Галлюцинации И одновременно Этого всего не существует Как галлюцинации Весь мир Становится Единым Так что Подготавливайте себя Тренируйтесь Тренируйтесь Прям как Мыши Качать Вот так вот И у вас Все получится Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Обязательно И Пишите комментарии И ребята Кто может Помогайте Своими лайками Помогайте Финансово Как-то Для Поддержки Канала Кто сможет Не Это не обязательно Ребята Это Каждому Своё Мне На самом деле Хватит Ваших лайков И ваших комментариев Это Для меня Просто Вот И Пишите «운 まута» И Пишите Своё